Приветствую всех на своем канале! Сегодня я делюсь рецептом плавленого сыра, который можно приготовить буквально за 15 минут. Такой сыр получается очень вкусный, абсолютно натуральный, со вкусом добавок, которые можно в него добавить. Также раскрою вам секрет, почему сыр иногда не получается, даже из натурального творога. Все делаете вроде бы по рецепту, но творог не плавится. Или если расплавился, то в готовом виде сыр отдает соды. Итак, что нам потребуется для приготовления этого плавленого сыра, вы сейчас видите на экране. Творог, конечно же, лучше брать домашний. И чем жирнее будет творог, тем нежнее и вкуснее будет плавленый сыр. Ну и готовим. В кастрюльку выкладываем 400 грамм творога. Разбиваем туда же одно яйцо. Добавляем половину чайной ложки соли, половину чайной ложки сахара и обязательно пол чайной ложки соды. И вот теперь важный момент. Если у вас творог не кислый или недостаточно кислый, сода не будет гаситься в нем. И в результате творог при нагревании не расплавится, а готовый плавленый сыр будет отдавать соды. Чтобы избежать этой ситуации, нужно в творог добавить лимонную кислоту, буквально треть чайной ложки. Ну и добавляем сливочное масло. Блендером я эту массу свою пробивать не буду, потому что у меня творог нежный и не пересушенный. Ставим творог в кастрюльку на водяную баню и помешивая варим до расплавления творога. Когда начинается реакция гашения соды, творог становится просто воздушным и пушится. По времени все это заняло у меня минут 8-10. Теперь, когда сыр готов, можно добавить в него специи или другой наполнитель по вашему вкусу. Это могут быть и свежий укроп, и чеснок, и жареные грибы, и ветчина. Перемешиваем и сразу снимаем с огня. Переливаем наш плавленый сыр в контейнер для хранения и ставим в холодильник до полного остывания. Ну и теперь, когда сыр полностью остыл, достаем и пробуем. Получился очень вкусный, абсолютно натуральный плавленый сыр. Удобно еще и то, что каждый раз можно использовать разные начинки и получать новый вкус. Если вам понравился рецепт, ставьте лайки, делитесь этим рецептом в соцсетях, а еще пишите комментарии. Ну и конечно же подписывайтесь на мой канал. Ну а я, как всегда, желаю вам удачи в делах, хорошего настроения и, конечно же, приятного аппетита! Пока-пока!